За сутки в Азербайджане коронавирус диагностирован у 3614 человек. Вылечились 1114. Летальный исход зафиксирован у 23 пациентов. По сообщению оперативного штаба по борьбе с COVID-19 при Кабинете министров Азербайджана, за весь период пандемии в стране выявлено 380 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день число активных больных превышает 33 тысячи. За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса 58 282 человека. Обе дозы препарата получили около 25% населения страны. Иммунизация способна облегчить сечение болезни при заражении дельта штаммом коронавируса, так считают во всемирной организации здравоохранения. При этом необходимости в дополнительных дозах вакцины нет. Ранее глава ВОЗ ТДС Адгамон Гибриесус заявил, что распространение дельты опережает меры, которые принимает мировое сообщество. В то же время ВОЗ предупредила, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям. Главный научный сотрудник ВОЗ, сумня с вами Натан, выразила беспокойность тем, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. По ее словам, это может привести к еще более тяжелой ситуации и спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19. А потому развитые страны не должны вводить своим гражданам третью дозу вакцины до тех пор, пока все население Земли не получит хотя бы одну дозу. Власти Норвегии предложили вакцинировать от коронавирусной инфекции подростка в возрасте 16-17 лет. К их иммунизации планируют приступить после завершения вакцинации жителей старше 18-ти, сообщает Министерство здравоохранения. Как пояснили в ведомстве, у подростков этого возраста наблюдался не очень высокий риск тяжелого течения заболевания. Однако в последние месяцы риски повысились. Число заражений дельта штаммов в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки. Власти сообщили о 14 новых случаев заражения. Опасения врачей подтверждают и проб из точных вод Окленда, в которых были обнаружены следы вируса. Из-за вспышки дельта штамма коронавируса в стране, Кабинет министров Новой Зеландии принял решение расширить программу вакцинации. Так, в сентябре иммунизация будет доступной и для детей в возрасте 12-15 лет. С начала пандемии в Новой Зеландии выявили около 3000 случаев заражения коронавирусом. Эсмирали и ВСБС.